Друзья, всем привет! Это видео для тех, кто проходит у нас обучение по курсу кроя, пошива и декорирования нарядов для торжеств. Хочу сказать вам еще несколько слов по первой технологии, которую вы уже хорошо знаете. Это технология пробного корсета. Она используется не только для пошива пробного корсета, но и самостоятельных изделий. Например, мы хотим полностью покрыть декором наш корсет. Допустим, верхняя часть корсета кружевами. Запланировано быть задекорировано, а нижняя часть, допустим, драпировками. Нам нужна в этой ситуации именно первая технология, которую я назвала как технологию пробного корсета. Почему? Потому что клеевой материал по всей длине детали нам даст дополнительный объем. И это совершенно ни к чему, это лишнее. Кружева нам также дают дополнительный объем, драпировки также дают дополнительный объем. В общем, в этом нет никакой необходимости дублировать клеевым материалом детали в случае вот такого запланированного декора. Это не вся информация по первой технологии, которую я бы хотела вам озвучить. Будет еще одно видео, но оно об упрощенной технологии, которая очень сильно распространена и на территории Украины, и на территории России. В общем-то, можно сказать, следующее видео было бы правильно под названием «Как жить не надо, не стоит». И почему, я вам объясню и объясную уже в следующем видео. А на сегодня, я думаю, вы все запомнили. Но, в доказательство того, что можно так делать и можно так декорировать, я еще прилагаю к этому видео ссылочку на еще один видео урок, который есть в постоянном доступе. Это декорирование корсета целым куском кружевного полотна. Вот, посмотрите, пожалуйста, там я на манекен одеваю корсет, который даже еще без подкладки. И уже декорирую целым куском кружевного полотна. Это видео-часть курса в Одессе, который проходил стационарно. И вот то, чем мы там занимались, я зафиксировала в виде нескольких видеороликов. Вот это один из них. На сегодня все. До встречи в новых видео.